Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 272. Lesson number 272 out of 365. Давайте начнём. Номер один. Повторение. Пишем. Один. Повторение. 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 Here we review vocabulary and grammar. Повторение. Let's write a sentence. Мне нужно... Мне нужно... Мне нужно работать. Мне... Мне нужно... Нужно... Работать. 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 Мне нужно работать. I have to work. Мне... Мне... Here is in... Dative case. Мне... Мне нужно работать. Работать... унижение. Много позволения. Работать. Продолжение. Работать. 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 Тебе нужно, нужно к врачу, врачу. Тебе нужно к врачу. You basically means you need to see a doctor. Тебе нужно к врачу. Literally, to you, тебе, to you, it is necessary to go to a doctor. Дальше, следующий пример. Ему нужно домой. Ему нужно домой. Домой. Ему нужно домой. He has to go home. Basically, ему нужно домой. Literally, to him, it is needed to go home. Ему is a dative case. To whom? To him. Ему. Хорошо. Номер два. У нас новые слова. Новые. Новые. Слова. Слова. Новые слова. New words. Новые слова. Первое слово у нас сегодня слово герой. Г курсив. Герой. 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 Герой is hero. Герой. Hero. Гора. Гора is a mountain. Гора. Прошлое. Прошлое. Прошлое is past. Прошлое. Past. And the last one is сокровище. Сокровище. С-а-кро-ви-ща. Сокровище is treasures. Treasure. Сокровище. Treasure. Сокровище. Номер три. Родственные слова. Родственные слова. Родственные слова are words from the same family, words with the same root, or from the same family. Родственные слова. Давайте начнем со слова гора. Let's begin with the word mountain. Гора. Гора. Mountain. Горы is plural for mountain. Горы. Plural. Горы. Черногория. Чер-на-го-ри-я. Черногория. Черногория is a country, Montenegro. Черногория. Черногория. And the last one is плоскогория. Пла-с-ка-го-ри-я. Плоскогория. Плоскогория is a plateau. Плоскогория. Пла-то. Плоскогория. Номер четыре. Прилагательные. При-ла-га-те-ль-ны-е. Прилагательные. Adjectives. And today's adjective is мифический. Мифический. Давайте напишем мифический. Ми-фи-че-ский. Ми-фи-ческий. Мификал. Да. Мифический. Например, мифический герой. Герой. Мифический герой. Мификал hero. Character. Да, герой also means a character. Главный герой is the main character, for example. Герой. Так. Ми-фи-ческая. Feminine. Ми-фи-чес-ка-я. Ми-фи-ческая. Например, for example, we can use the word гора. Ми-фи-ческая гора. Ми-фи-ческая. Ми-фи-ческая гора. Ми-фи-ческая. 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 And we need a noun in neuter. For example, прошлое. Прошлое. Мификал past. Прошлое. мифическое прошлое. And the last one is plural, мифические. Мифические. Мифические сокровища. Мифические сокровища. Отлично! Номер пять. Грамматика. 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 And today we are going to finish with personal pronouns in dative case. We are going to talk about они, they, им, to them. Они, им. Давайте напишем. Они is nominative. And dative will be им. Им, dative case. Because dative case has a question кому, to whom. Они is they. To whom, to them. Они, им. Let's come up with some examples for you to see it in context. Они, им. Они, им. Они, им. Например, например. Например. Так. Нужно им позвонить. 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 Нужно им позвонить. нужно им позвонить means it is needed to call them literally, basically we have to call them or I have to call them will depend on the context нужно им позвонить дайте в кейс to whom? to call? to them to call to them this is how we say it in Russian not to call them to call to them нужно им позвонить хорошо им не нужны ваши деньги им не нужны нужны ваши деньги ваши their cursive деньги им не нужны ваши деньги they don't need your money basically literally literally your money is not is not necessary to them им не нужны ваши деньги literally to whom? to them им им нужна поддержка им нужна нужна поддержка поддержка им нужна поддержка they need support support is needed to them to whom? to them им им нужна поддержка очень хорошо давайте продолжим let's continue номер 6 вопросы и ответы вопросы и ответы questions and answers вопросы и ответы вопрос у нее длинные волосы? у нее длинные волосы? у нее длинные волосы? Что это значит? У неё длинные волосы. Does she has long hair? У неё длинные... This is where, cursive. У неё длинные волосы. Does she has long hair? У неё длинные волосы. У неё длинные волосы. Да, длинные. Да, длинные. Длинные, длинные, да, длинные, yes, long, да, длинные. Another question. У него голубые глаза? У, cursive, у него голубые, голубые глаза. У него голубые глаза. У него голубые глаза. Don't forget to practice with me out loud and try to imitate my pronunciation. У него голубые глаза. Давайте ответим. Да, голубые, yes, blue, да, голубые, yes, they're blue. Номер семь. Номер семь. Фразы, фразы, фразы. И первая фраза у нас. Вы заключили невыгодный контракт. Вы заключили невыгодный контракт. Вы заключили невыгодный контракт. Что это значит? Try to translate this sentence by yourself. Контракт. Вы заключили невыгодный контракт. We will learn this verb заключили tomorrow. We will talk more about this verb tomorrow. We will learn it in imperfective and imperfective because this is a very important verb. Вы заключили невыгодный контракт. Заключить means to sign. So, you signed and невыгодный means not profitable contract. Вы заключили невыгодный контракт. So, заключать means to sign or to conclude. Вы заключили невыгодный контракт. Хорошо. Следующая фраза. Мы сразу всё поняли. Мы сразу всё поняли. П, курсив, поняли. Мы сразу всё поняли. Мы сразу всё поняли. Мы сразу всё поняли. Я работаю с Леной. Я работаю с Леной. Я работаю с Леной. Лена. Лена will become Леной. Because it's instrumental case. With whom? With Лена. С Леной. Я работаю с Леной. Я работаю с Леной. Хорошо. Номер восемь. Диалог. 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 Ты ей звонил? Ты ей звонил? Basically, did you call her? Literally, did you call to her? To whom? To her. Ты ей звонил? Ты ей звонил? Did you call to her? Ты ей звонил? Хорошо, давайте ответим. Да, но она не отвечает. Да, но она не отвечает. 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 Да, но она не отвечает. Yes, but she doesn't answer. Да, но она не отвечает. She's not answering. А ему? And did you call him? А ему? And to him? А ему? Датив. Again. А ему? And to him? Ему не звонил. Ему? Again, датив. Не звонил. Не звонил. Ему не звонил. To him I didn't call. Literally. Ему не звонил. И номер девять у нас короткая история. Короткая история. Короткая история. A short story. Короткая история. Итак. Мой брат написал мне письмо из Америки. А... А... So this is a... Sorry. Из Америки. Из Америки. 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 So... Мой брат написал мне письмо из Америки. My brother wrote literally to me a letter. Мне. To me. Кому? Мне написал. To whom wrote? To me. He wrote to me. Dative case. A letter from America. Из Америки. Genitive case. Мой брат написал мне письмо из Америки. My brother wrote me a letter from America. Он учится и живёт в Америке уже три года. Он учится и живёт в Америке уже три года. Он учится и живёт в Америке уже три года. He studies and live in America already for three years. Уже три года. Он учится и живёт в Америке уже три года. Хорошо. Следующее предложение. Я хочу написать ему, что я очень по нему скучаю. Я хочу написать ему, что я очень по нему скучаю. Я хочу написать ему, что я очень по нему скучаю. Я хочу написать ему, что я очень по нему скучаю. That I miss him very much. Let's read it one more time and we are done for today. Мой брат написал мне письмо из Америки. My brother wrote me a letter from America. Он учится и живёт в Америке уже три года. He studies and lives in America already for three years. Я хочу написать, что я очень по нему скучаю. That I miss him very much. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. Чмоки-чмоки. Муах! Муах!